Мама, I'm a beer rockstar Rock it now, rock it now, yes sir Rock it now, rock it now Мама, I'm a beer rockstar Привет, народ! Есть пару нюансов, которые вам нужно рассказать для начала. Город Ровно это такой город, в котором никогда не было нормальности парка, ничего для развития спорта, дёрта или парка или чего-либо. Всё строится всегда через жопу. Кватора строится с таким радиусом, дети не умеют вылетать, детей никто не может научить, потому что мы тоже не умеем. Мы не умеем вылетать в кватора, почему? Потому что нас у них нет, кто их проектирует, я не знаю, у нас такие вот кватора. И поэтому никто никогда не делал, не имел здесь флеер. Флеер это бэкфлип 180 в рампе. Какой флеер может быть, если ты не умеешь просто вылетать в рампе? А как можно научиться, если у тебя её нет? Когда я поехал в Краснодар, я был полнейшим лохом, я вроде умею кататься, но я прыгаю бегейры, здоровые, большие, всё большое, здоровые, дёрты, но никогда не прыгал в кваторах, не умею вкатывать, не умею прыгать в радиусных рампах. В общем, я чувствовал себя лохом, и я понял, что не умею кататься, и нужно что-то менять. Поэтому я начал строить трейлы. В нашем парке люди просто не понимают, они думают, что нужно положу, потому что так проще. Но на самом деле так тяжелее, тяжелее. У нас всегда всё в стране делается. Всё хотят, всё лёгким путём добиться. Но если вы будете строить всё круче, резче, вам будет страшнее, тогда будет потом проще. Вы будете тренироваться, делать трюки, не падать на голову с лейера, как Мэлэй. А нормально его делать. И тогда дети будут нормально расти. Их будет кому учить, потому что другие люди постарше будут это уметь, и будут расти чемпионы. Этот спорт будет развиваться, будут проводиться соревнования, спонсоры будут видеть, что можно сюда пихать свою рекламу, будет ещё больше поддерживаться. И всё только пойдёт вверх. Но для этого нужно начинать что-то делать, не бояться менять, не бояться. Если вам страшно делать резкие квадраты, тогда, не знаю, закрывайтесь дома и не выходите из него, потому что риск есть везде. Но лучше учиться в правильном и по-правильному, потому что вы поедете в какой-то скейт-парк за границу, и там просто раз... К чему я веду? К тому, что у нас нет квадратов, мы не умеем прыгать, но мы захотели научиться флэр. Я поехал в Краснодар, я там научился за один день флэр. То есть 7 лет я не умел флэр, но умел бэкфлип. Хотя все бэмиксеры учатся сначала флэр, потом бэкфлип, потому что им страшно. Но с моим бэкфлипом, как я его делаю миллиард раз в жизни, я мог бы флэр научиться лет 7 назад, уже делал бы флэр внухэнт, и так дальше. Ну давайте не будем о том, что бы я делал. Учился флэр, приехал сюда, и нужно было здесь где-то делать. Но здесь не было где. Я, конечно же, приехал в карьеру, и там мы с Мэлой построили квадрат, и Мэлой сказал, блин, я тоже хочу делать флэр, но я не умею делать флэр. Мишаня, подскажи, научи. И я научил Мэлой делать флэр. Вы видео видите, оно снято год назад, но только сейчас, скоро оно будет на канале. Извините за задержку годовую, потому что мы снимали целый год видео. Я выкладывал вам скучные видео целый год, но каждый раз, каждый день был какой-то крутой кадр снят. Дерзкое, жесткое было, и эти все кадры с каждого дня, 360 дней, 360 кадров отобрались для фильма, для единого фильма под названием «Жесть 3», и он скоро будет. Но после него все жесткие кадры не буду прятать от вас, я буду уже их вставлять в такие ежедневные блоги. То есть мы за целый день откатались, и что-то жесткое было в том дне, и вы увидите его сразу в тот же день, сразу. Поэтому есть резон подписаться на мой канал, чтобы видеть все сразу. Теперь не будете год ждать, как этот фильм. Потому что кто хочет ждать? Да никто, всем уже надоело. И мне надоело целый год монтировать фильм. Давайте ближе к теме, я опять заговариваюсь. Прошел год, я тогда всадил где-то своих максимум 10 флэйрол, и целый год у нас нет скейт-парка, у меня не было опять детеренироваться, ездить в Краснодар, опять еще куда-то у меня не было денег. Поэтому вот сейчас... Если мне моя мама, я без голода умер. Суп и все, что нужно. Люблю свою маму. Пусть она злая и орет на меня, что я катаюсь на велике. Хороший парень с дуб на мне привез, шипы позвонил, сказал, что сейчас я буду в твоем городе, и дам тебе шипы к педалям. Никто мне не предлагал шипы, а вот этот парень, кто жил. Есть такие хорошие люди в нашем мире еще. Привет. Привет. Ты мне шипы привез, да? Ох, блин. Часи, как ты здесь взломал? Спасибо тебе, великий братан, дякую, даже великий. Все вы знаете бешеного, безумного роль раз города Ровно, поступки которого иногда просто необъяснимы. Но на самом деле он неплохой. Вестами, да, но в душе он хороший человек. Но то, что он хороший, не мешает быть ему невнимательным. Иногда он просто не пропускает никого, не смотрит по сторонам, вырвается в полнополную струстях. И вот первые признаки его невнимательности. Привет. Ладно, да? Что ты там, Серега? Выско, парень. Нормально. Вот, короче, Серега, прайдер команды KingStreetWare. Это жертва роллерового вана. Да. Мы сейчас, Серега, идем, заберем его GoPro на новую почту. Но сначала хочу спросить тебя, Серега, как ты теперь относишься к Вану? Ненавидишь его? Я не знаю. Ну, вообще, нормально. Да, да, добрый вид. Все нормально. Ну, с двоих сторон была невнимательность. Да, да. Да? Через Вану, Ван, ты бы сбыл тупо. Ну, я не сбыл, короче. Ван, там курить и бухаю, а я съедцом. Ну, сейчас курить и бухаю, Ван. А Серега не может прогрессировать, но не все так плохо. Через месяц уже будешь катать, да? Я кооперация. Прошла. Зайбись. Все, ок. Поставил эту, короче, шпыцу. Да? Тут шпыц. Шпыц уже, со смещением, да, открытый перелом. Получается, ты съезжал с пула. Я был сверху, понят? Угу, сверху. Я выходил, я нырнул в пол. В пол, а он со стороны. Да, и у меня швидкость, пополика, и в него. Я то был в лоб лоб. Лоб в лоб получилось? Да, и, ну, как что бы не было в шлеме, то прозабил бы все в голову. О, жестко. Я то был такой назад на... На затылок, да? Ну, шлем-то вот так. Ну, короче, я звоном поговорю, проведу воспитательную работу. Ну, ладно, пошли, мало. Это страшно. О, блин, нет, страшно, новенькая. Там есть батарея сейчас? Нет, надо встать. О, машин тренинг. Мы вот, типа, на очередь, на очередь, гривняется, надо идем. Нет. О, не рад. Сочу. Я вам встречаюсь, перед вами, не буду вас гривня, а вот и напоище збираю. Гривня? Гривня две, подивите, дейсно, напоище. Да, сейчас. Подержи. Слушай, а что я заберу? Это GoPro 4. Субе снимаю. Это GoPro 4 камера, чтобы снимать. Какими снимаем? Экстрим-шлемки. Гривня. Это типа камера, да? Да. А можно поинтересно? Я не заберу, просто поинтересно. Конечно, можно. Это типа под водой, снимать в горы. Для экстрим-шлемки. Можно, там, по-сфальчинам. Да, вот, бачите? Вон, на тачку, ну, на палку, да? Да, да. Руку сломаю на велосипеде, прыгаем, то снимаем видео. Суха, ты меня не заснимай. Нет. Снова выглядело. Я тебе и так. Я просто по-сфальчинам. Хорошо, удачи. Смотрите, какая у меня тряпочка. Чу-чу-чу-чу. Смотрите, какие дети смешные. Одяжки. Настя, маленькие. Вытираем пыль, убираем. Ну, убираем, вытираем пыль, убираем. Очень много пыли, смотрите, собирается у меня за 2-3 дня. Живу возле дороги в таком месте. Спустя 3 или 4 часа этот тип до сих пор просит деньги. Вот там вот ходит. На чайке за деревья только что зашел. На GoPro плохо видно. Что каву мэлэш, покажи, как ты мэлэш каву. Покажи. Что ты молкой пользуешься. Покажи. Ну, покажи. Не стесняйся. Покажи. На, крути. Стесняйся. Где Таня? Таня нема. Таня дома не хочет приходить. Не любит меня Таня. Нема? Нема. Я бы что-то сказала. Нема. Пятелка еще орует под окном. В 3 часа ночи. Ровно. Нема. Пятелка. Ура. Нема.